Здравствуйте! С вами канал I Like Pet. И в этом ролике мы расскажем вам про одну из самых интеллигентных собак в мире – русскую псовую борзую. Элегантности и сдержанности этой собаки можно позавидовать. Эта порода – настоящий аристократ в мире братьев наших меньших. Являвшаяся в прошлом любимицей русских царей и помещиков, сегодня русская псовая борзая пользуется популярностью во всем мире. Во-первых, это наша с вами история. Это национальная порода, национальная гордость. Это такая, да, декаданс, модерн. Русская псовая борзая – это порода охотничьих собак. Эти животные могут похвастаться хорошим зрением, силой и способностью развивать большую скорость при беге на коротких дистанциях. Собаке присущ сухой крепкий тип конституции и узкое телосложение. Также представителей данной породы отличает большой рост. В среднем от 68 до 86 сантиметров. Опять же, у них очень своеобразный характер, очень интересный. Они абсолютно ненавязчивые. Они практически не издают никаких звуков, их не слышно. Вот на данный момент у нас как бы полтора десятка русских псовых, да, от глубоких стариков до малышей. И если бы соседи через прозрачный забор не видели сколько их, никто бы никогда не узнал, сколько у нас собак, потому что звуков от них нет. Они очень ленивые собаки. Они валяются целыми днями пятками кверху, вот на диванах очень любят. Но и систем, соответственно, когда они попадают в поле, это совершенно азарт, это полет над полем. Мы занимаемся не только выставкой, мы занимаемся бегами. Очень успешно, что называется, и там, и там, потому что это вот, ну, это как бы характер. Несмотря на свое спокойствие, русские псовые борзы в глубине души всегда остаются охотниками. Еще несколько веков назад представители этой породы держали преимущественно для псовой охоты. Владельцам русских псовых борзых нужно помнить об этом и на прогулке с собакой всегда соблюдать правила осторожности. Если он валяется в обнимку с вашей кошкой и позволяет ей, не знаю, там, кусать себя за уши, таскать еду из миски, в общем, всячески вообще, практически помыкать им, это совершенно не значит, что эта собака не будет преследовать быстро убегающий объект на улице. Я всегда предупреждаю владельцев, что эта порода в городе должна выгуливаться на поводке. То есть отпускать их нужно только на какой-то открытой, огороженной желательной территории, потому что это охотничья порода, она сделана для безружейной охоты. Уход за русской псовой борзой несложен. Желающие завести себе эту собаку должны быть готовы к тому, что ей нужны не только регулярные прогулки и игры, но и правильное сбалансированное питание. Также особенное внимание стоит уделять шерсти животного. Ее нужно расчесывать не реже раза в неделю, а шерсть между пальцами лап необходимо подстригать. Есть такая хорошая поговорка, что большая собака как стол. То, что до года кладешь, то всю жизнь берешь. То есть, конечно, должно быть качественное питание, желательно натуральное. У нас все собаки уже много лет на сыром натуральном питании. То есть без всяких каш, мясо, курица, рыба. Они едят два раза в день, едят качественную еду. Ну, по сути дела, ежегодные прививки раз в неделю причесать. У нас есть момент щенячьи линьки, когда детские кудри переленивают во взрослую шерсть. Вот в этот момент, конечно, собака сыпется ужасно, это не очень много шерсти. В остальное время как бы все это... Ну и самое главное, что такая шерсть, она очень легко. То есть даже если он там где-то вот рукой вот так вот провел, и все это скатывается, очень легко убирается. То есть она не впивается никуда, ничего. Средняя продолжительность жизни русских псовых борзых составляет от 7 до 10 лет. Однако некоторые представители породы достигают возраста 12 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!